всем доброе бодрое утро всем привет ну что ж сегодня пятница а значит пятница это выходной здравствуйте здравствуйте всех очень рада видеть всех рада приветствовать кто к нам присоединяется всем желаю бодрости хорошего настроения а прекрасного изумительного замечательно чтобы все у вас все у вас было замечательно что все было хорошо меня зовут александр харитонова кто-то спрашивает кто это кто вы меня зовут александр харитонова вы попали на прямой эфир передачи полюби себя с александр харитоновой здесь мы обсуждаем разные психологические проблемы вопросы которые волнуют всех людей мы становимся лучше общаемся разговариваем в общем то вы уже можете наблюдать внизу тему который я прикрепила эта тема волновала всех меня просили постоянно сделать ее постоянно говорили ну давай саша сделает тему ревность потому что ревность сегодня она присутствует в нас всех но прежде чем я начну я немножечко поделюсь что же я сделала какие вкусняшечками пока вы все собираетесь я вчера уа девочки молодые люди это же вообще я же на правильном питании сейчас я вам покажу что я вчера сделала я такая хозяюшка значит че пудинг вчера себе сделала уже видите позавтракала че пудингом затем потрясающе необыкновенный сделала печенюшки вчера посмотрите какая красота как у меня печенюшечка ой какой красивый есть у меня яблочко бананчик семена семена льна перемолотая вишня здесь у меня черешня вишня затем тыквенные семечки а еще у меня здесь курага и чернослив ну в общем еще добавила я отруби в общем получилось что-то невероятное сегодня с этим че пудингом я а потом я поставила еще хозяюшка хозяюшка видите вся такая в баночках и затем я еще сделала пастилу но видите в этот раз она получилась как чипсики такая пастила из яблок наделала вкусняк себе счастливая довольная и потом не захотелось орешков еще я себе сделала арахисовую пасту сама кстати арахисовой пасты печенюшки че пудинг пастила все это есть у меня в ленте поэтому можете смотреть рецепты кто к нам вновь присоединяется вижу что так санечка рецептики все рецепты в ленте ребята ну неужели я буду вам говорить без рецептов если бы не было я бы выложила а сегодня хочу делать себе овощи я думаю что сделаю овощи по-тайски и был же рецептик если сегодня соизволю приготовить что-то как-то я такая вся в готовке в готовке понимаете это конечно потрясающе ну что вы все у меня собрались наболтала я да привет 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 вижу все сердечки ладошки поцелуйчики давайте приступим к нашей теме нашей прекрасной теме я выключаю комментарии потому что сегодня вы ждали а я всегда вас слышу я всегда вас понимаю и понимаю что эта проблема сегодня стоит остро немножечко рекламная пауза по поводу еды но сейчас давайте поговорим говорим о серьезных вещах вы все можете наблюдать тему тема звучит следующим образом психологии ревности я ревную и мне это мешает жить психологии ревности я ревную и мне это мешает жить зрительная вещь правда в жизни нам дано это чувство нам дано чтобы ревновать вы знаете что ревность бывает нормальная положительная и также ребятность бывает разрушающей давайте я быстро коснусь А положительная ревность? Зачем нам вообще дана ревность? Чтобы сохранить свой брак, чтобы сохранить свои отношения, чтобы сохранить то, что вы построили. Это нормально нам ревновать. То же самое, как есть страх нормальный и страхи, которые нас обревают и разрушают. Страх – это то есть самозащита. То же самое и ревность. Ревность включается когда? Когда мы чувствуем угрозу нашей семье, когда мы чувствуем угрозу нашим отношениям. И тогда включается ревность, и мы начинаем, поговорили, исключили какие-то моменты, перестали ревновать, перестали ревновать. Но зачастую сегодня все мы практически люди-невротики. Мы придумываем себе страшные картины. И патологическая ревность захватила сегодняшнее общество. Это бич 21 века. Практически каждый, я не побоюсь этого слова, сегодня ревнивец. Страшный ревнивец, страшный собственник. Говорят еще такое поверье, что оказывается ревность – это темная сторона любви. Ревность – это темная сторона любви. Ну а как же? Потому что многие же говорят, ну если ревнует, значит любят. А многие девушки вообще обижаются, когда их не ревнуют. Многие мужчины обижаются, когда тебе что, не нужен, ты меня совсем не ревнуешь. И поэтому как бы люди сами, казалось бы, страдают от этого чувства, но сами провоцируют это чувство. Говоря, ты не ревнуешь, ты меня не любишь. Ой, мой-то меня ревнует. А потом, когда по голове получаешь, потом когда в лицо бьют, да, мужчины очень часто бывают такое, что избивают женщин. И тоже говорят, что ну бьет, значит любит. Он же проявляет чувства, он же проявляет эмоции. Так я вам скажу, что вот такие, если у кого-то сегодня такие понятия, будь то мужчина, будь то женщина, то это уже перекос, это уже что-то, это некая патология, это некое отклонение. Потому что любовь не может, любовь без кулаков, любовь без заставления, любовь это бесстрашие. Вот это любовь настоящая. По медицинской психологии, по психотерапии, вообще считается, что ревность, вот послушайте, как интересно, это синдром третьего. Ревность это синдром третьего. Потому что мы всегда ревнуем к объекту. Будь то объект, причем объект бывает у нас разный, он бывает эфемерный, мы не знаем еще к кому. Особенно у женщин это часто бывает, потому что женщины ревнуют от сравнения. Они начинают себя сравнивать, особенно если женщина переступает рубеж 30 лет, она уже думает, что она не такая молодая, не такая привлекательная. Она начинает сравнивать себя с другими женщинами. И вот начинается, что синдром третьего, она рисует картины, что он ушел, он посмотрел. Либо вы вышли в какое-то заведение, мужчина просто посмотрел на красивое, и вы обратили внимание. Но зачастую вот этот вот синдром третьего, как интересно, правда, звучит, он присутствует в каждой, у мужчин в частности. Мужчины вообще бывают патологически ревнивы. Давайте разберем, какие бывают виды ревности, какие виды ревности. Первый вид ревности это собственническая ревность. Собственническая ревность. Когда человек считает, что кто находится рядом, будь то мужчина, будь то женщина, в его понятиях, что это моя собственность. Я с тобой, я тобой обладаю. Ты не имеешь права пойти, ты не имеешь права уйти. Вот только вместе, только рядом ты мой или ты моя. Вот есть собственническая ревность. Она такая же разрушающая. Вторая, второй вид ревности это тираническая ревность. Тираны в основном это мужчины. Тиранической ревностью обладают, быстро расскажу характеристики таких тиранов. Это холодные люди, расчетливые, которые всегда правы. Не сгибаемые у них, у них не сгибаемое мнение. Они очень твердолобы в своих суждениях. Этот тиран, он всегда будет тиранить свою жертву. Тиран всегда автоматически, если у кого сегодня тиран, вы жертва. Это автоматически, потому что есть такая форма отношения, как жертва и тиран. И тиран всегда будет вам ставить такие условия, до которых вы никогда не дотянетесь. Поэтому очень часто, когда жертвы встречаются с тиранами, они и рады ему подчиняться. То есть здесь даже если где-то им что-то не нравится, но как только они видят этого тирана, они тут же забывают о том, что они хотели что-то поменять. И включается вот этот страх, и готовы подчиняться. Следующая ревность – это ревность ущемленная, называется ревность. Ущемленная от ущемленного самолюбия, от низкой самооценки. Причем вот эта ревность, практически каждая девушка ей страдает, потому что, как выяснилось, очень немногие сегодня себя на самом деле любят. На самом деле любят внутреннюю себя. Потому что что такое заниженная самооценка? Это паттерны, которые идут из детства. Паттерны – это установки, которые дали нам родители. Заниженная самооценка и любовь к себе, потому что вас постоянно сравнивали родители в детстве. И вот эта вот заниженная самооценка и дает это всеразрушающее чувство ревности, потому что страшно потерять, страшно, что оставят. Потому что постоянно оставляли, постоянно теряли. И вот это от того, что мы себя не любим, еще плюс ко всему, почему вот такая ревность ущемленная? Потому что заниженная самооценка делает, вот часто женщины этим страдают. Они сами себе признаться не могут. Они думают, что если они одеты в луэвитонах, и если они одеты в куче, и они тратят сотни тысяч рублей в месяц на косметологов, они любят себя, и ревнивые. Но вот эта самая ревнивая красотка, причем заниженная самооценка и нелюбовь к себе абсолютно не говорит о том, что девушка должна быть красивой или некрасивой. Это вообще без разницы. Она может быть суперкрасоткой, блистательной, зачастую так и бывает, но настолько в себе не уверена, что она ревнует его, ревнует патологически, выцарапывает глаза, спину, бросается, устраивает скандал. Вот эта вот красотка, потому что она себя не любит, а мы знаем, если мы себя любить не будем, мы не можем любить других. Когда мы не любим себя, мы не можем любить других. И из-за этого происходит как раз-таки эта патологическая ревность. Далее, привитая ревность. Привитая ревность – это еще один вид ревности, который может быть. Привитая ревность, естественно, уже от слова «прививать» – это нам привили наши родители. Опять же, спасибо им. Если в семье папа гулял, папа ушел, бросил, мама постоянно говорила, что все мужчины гуляют, все козлы, вообще знай, что опасайся вот их, они все гуляют. Или наоборот, если это маленький мальчик, мама, например, ушла, и папа говорит, «Твоя мать – проститутка, она ушла к другому, вот они все гулящие». Вот и поэтому, как у мужчины, такой у женщины, прививается это чувство ревности, хотя в нем этого не было, и вроде рос в любви, но вот так говорили родители. И поэтому, когда ребенок вырастает уже во взрослой жизни, он постоянно хочет искать подтверждение слов отца, либо матери, что все гуляют. И вот с этими установками они уже и идут по жизни. То же, что им мешает. Следующий вид ревности, пятый вид ревности – это обращенный вид ревности. То есть, когда мы создаем проекцию, вот, например, мы живем со своими установками, и если это мужчина, он сам гуляет, например, и поэтому он всегда будет патологически ревновать свою пассию, потому что он такой, он проектирует свой внутренний мир на любую другую вторую половину, понятно. И это как раз таки и называется обращенная ревность, проектная так называемая ревность, когда мы проектируем на других людей свой внутренний мир. Говорят же, ну не сравнивай ты, по себе людей не судят. А вот эти люди, которые ревниваются, они как раз таки судят по себе. Вот пять ревностей, которые, пять видов ревности, которые, в принципе, выделяются психологией. По характеристикам вы можете себя узнать. Давайте еще поговорим о том, что вообще ревность, что же это такое? Ревность – это такой же яд, как злость, как ненависть, потому что я уже говорила, что многие говорят, что ревность – это темная сторона любви, но темная сторона любви именно и звучит, что темень, тьма. То есть всегда у нас есть добро, зло, понимаете? Счастье, несчастье, счастье, горе, улыбка, слезы. И вот, пожалуйста, любовь, ревность, и они всегда идут где-то рядом, где-то рядом идут любовь и ревность. Но на самом деле это некий обман для человека, это некое оправдание для человека, что если я ревную, я люблю, потому что справиться, как правило, человек сам не может. Вот самое страшное, что человек не может сам с этим справиться. И вот еще тоже такой момент, почему люди ревнуют. Вот, например, девушка, которая ревнует. У меня вот была приятельница, она очень красивая, изумительно красивая, но вот ревнивая, как кошка. Вот просто шаг вправо, шаг вплево, она ему звонит, она ему 300 тысяч раз на дню названивает, написывает смс, и он очень красивый. А вы знаете, что красивый мужчина, либо красивый мужчина, в поверье, это чужой мужчина. Красивый мужчина – это чужой мужчина. И она, причем, всегда выбирала очень красивых мужчин. И вот сейчас очень серьезная грань. Я надеюсь, что вы сейчас ревнивец и прильните к экрану, и вслушайтесь в мои слова, и попробуйте, кто ревнует сегодня, женщина, воспринять, и мужчина тоже самое, воспринять эти слова нормально, и, возможно, у вас с этого момента что-то щелкнет, и вы начнете избавляться от этого чувства. Что касается моей подруги, я не зря сказала, она выбирает красавцев. Она знает прекрасно, что красавцы – это чужие мужчины, но она их выбирает. Как вы думаете, зачем? Зачем вы выбираете потенциальных мужчин, женщины, которых хотят все, на которых обращают внимание все? И то же самое мужчина, когда выбирает вот такую себе сексотку, с которой он входит, и все на нее облизываются. Зачем вы это делаете по психологии? Может быть, даже бессознательно. Вот сейчас давайте попробуем подумать. Ответ прост. Вы все мазохисты. Вы все обладаете чертами мазохизма, потому что кого-то это может боиться себе признаться, но кого-то это возбуждает в сексуальном плане, когда она ревнует, когда на него смотрит, когда она делает ему претензии, на тебя смотрит. Ты куда посмотрел? Это вас будоражит. И даже тот, кто сегодня говорит, я ненавижу ревновать, я ненавижу, но это мазохизм. Когда мы, я говорю сейчас про ту категорию, когда берут именно красивых, хотят именно красивых. Вот женщины, я хочу, чтобы у меня был накаченный, под два метра ростом, вот такие руки, с такой шевелюрой. Но ты понимаешь, что им будут хотеть все, и не только ты, неважно даже, если он будет твоим мужем. То же самое с женщиной. Если твоя женщина одевает декольте, короткие юбки, разумеется, она дает сексуальный посыл всем самцам. И тебя это возбуждает, что на нее смотрят. Но и в то же время ты начинаешь ругаться, потому что неуверенность-то присутствует. То есть мазохизм переплетен. Вот тут очень... Почему ревность – это сложное чувство? Оно нам дано. Но дано как инстинкт самосохранения своей семьи. А мы его, мы его педалировали и раздули до размеров, которые уже мешают жить. Потому что сегодня кого-то ревность очень душит. Сначала это был мазохизм, сначала это был прекрасный секс, после, знаете, вот поревнует, а потом как мириться? Вот это вот «я хочу тебя», «да, хочу», потому что что такое? Что такое еще ревность, когда мы ревнуем, устраиваем скандалы? Это соперничество. Даже тот, кто сегодня замужем, даже тот, кто сегодня женат, вы все равно соперничаете с другими представителями того же пола, что и вы. И вот этот вот секс, когда случается, это буря эмоций, когда вы меряетесь после ревности, после того, как «Отпустила, хочу, хочу», вот это возбуждение, потому что вы выиграли, вы победили бой, вы победили ту красотку, вы победили этого мужчину, вы победили того мужчину, если там вы мужчина, да, ревнует свою женщину. И наоборот, то есть мы постоянно пытаемся соперничать. Вот это называется ревность. И когда вы говорите «я устал от ревности», вы поэтому и устаете от ревности, потому что а – в вашей жизни присутствует какой-то эфемерный третий, вспоминаем синдром третьего ревность, б – в вашей жизни постоянно присутствует соперничество. Вот представляете, вот сейчас, что происходит с ревнивцем, я вам нарисую. Вот, например, сидит девочка, я перед вами, я сижу дома, блин, в Геленджике, в моей квартире в данный момент никого нет, я сижу одна, к примеру, у меня нет… Я просто сейчас прямо визуализирую, что происходит с ревнивцем. Сидит девочка одна, и она сидит, а мы же умеем путешествовать по времени, да, как раз-таки эти мысли и дают нам путешествие во времени. То есть и эта девочка сидит дома одна, прекрасная погода на улице, ничего не предвещает беды, а она кубаторит о том, что она ревнует. Уже в ее жизни, казалось бы, нет никого, но если в ее голове это появилось, она сидит кубаторит по поводу третьего «я ревную», и потом по поводу того, что мы подбираемся к новым моментам, «я ревную», «я соперничаю», «у меня страх потерять». И вот эта девочка, которая сидит одна, ничего плохого не произошло, она сама себе накручивает. Как вы думаете, долго человек в нормальном сознании будет в таком состоянии жить? Легко будет ему прожить в таком состоянии год-два, на сколько вас хватит? А потом хочется бухать, а потом хочется запивать, а потом хочется транквилизаторы все хотят принимать, чтобы расслабить сознание, потому что эти мысли сожрали уже все и поглотили вас. Поймите, вот эти вот накрутки, смотрите, как еще мозг я вижу. Очень тоже интересная картинка. Сейчас я вам потом расскажу о выходе из ревности, но я хочу сначала вам точно, четко рассказать, что с вами происходит на наглядном примере. Потому что многие, а, я ревную, мне это мешает. Сейчас я вам нарисую картину, как это вижу я, что такое ревность. Вот человеческая голова. В нашей голове есть некие такие спирали. Вот если они абсолютно, вот понимаешь, что такое спираль, да, это вот такой круг, который накручен-накручен, вот спирали, вот они, в нашей голове. Ревность – это определенная спираль в нашей голове. У нас есть ревность, любовь, счастье, цели, задачи, семья. Вот несколько спиралей в башке. Вот они, какой там, не знаю, может сотни быть, смотря у кого что в голове. И одна ревность, когда, что она начинает? Если мы кубаторим, значит, спирали, в нормальном состоянии. Ревность. Спираль начинает закручиваться, 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 закручиваться. Одна спираль ревность. Потом к ревности что? Какая вторая спираль крепится? Это страхи. Какие страхи? Я сейчас вам расскажу. Запомнили спираль ревности? Крутится в вашей башке. Страх. Страхи бывают следующие. Страх развестись. Страх развода, что я останусь одна, меня осудят. Развод – это плохо. Просто для кого-то развод, вот он страх. Почему мы ревнуем? Почему мы боимся отдать человек? Я боюсь развода. Тогда я буду ни к чему. Я не найду вторую половину больше. Меня осудят. Куда я пойду? Нет жилья. Первый страх развода. Следующее – это параноидальный страх, когда у нас это уже превратилось в некую паранойю. Параноидальный, когда вы уже накрутили себе, что я потеряю деньги, он может отобрать у меня детей после развода. Вот она, паранойя идет, да, и вот от этого мы ревнуем, потому что уже настолько. Вы представляете, это несколько страхов. Помним ревность? Одна спираль. Страх, например, причем у человека, как правило, все эти страхи вкупе. Вы понимаете? Вот ревность закрутилась, все, там синдром третьего пошло, соперничество, пошли страхи. Первое – параноидальный, я боюсь потерять блага. Вторая, третья спираль пошла, она начинает закручиваться в вашей голове, вы сидите дома одни. Третья спираль закручивается. У меня боязнь развода. Затем, бывают такие, как маниакальная депрессия. Ну, маниакальная депрессия – это уже опасная патологическая депрессия, когда человек готов убить серную кислоту, плеснуть, то есть очень много же на почве ревности убийств. Ну, вот давайте так, вот эти вот три спирали, эти три спирали, они у вас раскручиваются, и что будет с вашей башкой? Она начинает пухнуть. Что происходит, когда у нас пухнет голова от наших мыслей? Нам не хватает черепушки, она начинает реально кипеть. Первое – это гипертония, ребята. Вот гипертоники в основном, почему, кстати, гипертоники? Вы думали? Закипеть. Гипертоник, у него уже в жар бросает, закипеть. Вот люди, которые сегодня кубаторят очень много, ревнивые, злые, кто вот это вот самоедство, не люблю себя, у них это развитие гипертонии. Это развитие того, что поднимается ваше давление. Вот от этих спиралей поднимается давление. Даже кто не страдал. Знаете, вот я сейчас приехала в гости, и там женщина стала одной плохо. Она всегда была гипотоником. А тут у нее сканул давление до 150, ну, в общем, что-то, ее трясло все. И она говорит, первый раз, а случилась там у нее проблема с деньгами. И вот она настолько докубаторила, что в первый раз у нее случилась гипертония. Поэтому это работает на 100%. И затем, после, еще какие бывают в медицине, вот эти вот страхи развода, это депрессивный страх, кто страдает депрессиями. Депрессивный человек, знаете, если вы встречаетесь с депрессивным человеком, либо с мужчиной, либо с женщиной, всегда будет эта депрессия давать отголоски. Я боюсь тебя потерять, ты мне изменяешь, я тебя ревную. То есть депрессивная и следующая гипертрофированная ревность. Гипертрофированная ревность. А гипертрофированная, когда, если он посмотрел, например, на какую-то девушку, либо девушка накрасилась на работу, и мужчина говорит, ты что красишься на работу, ты что, любовника себя завела? То есть это вот гипертрофия, когда все раздувается от таких размеров, и все складывается, склоняется к тому, что ты мне изменишь. Давайте еще раз по медицине я проговорю быстро, какие бывают, какая бывает ревность, депрессивная, боязнь развода, параноидальная, маниакальная и гипертрофированная. Вот пять ревностей этой в медицине, какие у нас бывают. Вы понимаете, насколько это, вот они, эти спирали, которые мешают нам жить, вот эти спирали, от которых пухнет голова. И сегодня человек, как избавляться от ревности? Сейчас мы подбираемся уже плавно к выходу от того, что же нужно делать, чтобы спирали остановить, наладить полностью эмоциональный фон. И главное, перестать душить своего партнера. Потому что ревность – это удушье. Ревность сразу, вот когда вы ревнуете, вы можете вот так себе горло сжать, и представьте, что вы сдавливаете тиски вот таким образом на шее у своего партнера. Я так тебя люблю, что задушу, да, получается. Вот вы душите. Первое – это признаться. Я не просто так вам сегодня рассказываю о видах ревности, я не просто вам рассказываю о причинах ревности. Это страх. Помним, причины ревности – это страх, боязнь одиночества, какие причины у нас могут возникать, боязнь развода. Вот это вот все причины ревности, причины страха нашего, причины того, что заставляет нас испытывать эти ощущения. Так давайте вот сейчас каждый, кто ревнует, очень важно себе признаться, почему именно ты ревнуешь свою вторую половину? Почему? Подумай, это на самом деле очень важно. Опять же, нельзя от ревности избавиться, нельзя от ревности бежать, нельзя ревность ненавидеть, ревность надо также принять и впитать. Но понять, почему, откуда у тебя источник, от чего. Может быть, родители, родительские паттерны какие-то у вас идут, может быть, из семьи, может, у вас эта привитая ревность, как я говорила, может быть, эта ревность у вас ущемленная, да, а может быть, это ревность, которая ущемляет вашу личность, у вас заниженная самооценка, может быть, у вас тиран рядом. То есть, почему вы ревнуете? Когда вы себе в этом признаетесь, вам уже станет проще по-настоящему. А может быть, кто-то скажет, я не люблю на самом деле себя, я реально себе не уверена, я реально каждый раз соперничаю, я реально каждый раз хочу быть лучше, чем есть. И я ревную каждый, хотя я сама красивая, и мне все об этом говорят. Вот когда вы признаете себе по-настоящему, вам станет проще. Это первый исцелительный такой момент. Потому что она уже и так разъела. Но после того, как вы признались, конечно, этого мало. Потом необходимо, если вы сегодня узнали себя, и вам только это мешает. Я не говорю сейчас о нормальной ревности, она должна существовать, когда вы чувствуете угрозу вашей семье. Только когда вы душите партнера, и когда уже вы говорите, говорит, ну я не могу больше, ну отставь меня в поход. Потому что, когда мы думаем о том, вот синдром третьего, когда мы сравниваем, когда мы ко всем ревнуем, вот эти спирали раскручиваем, как мы только раскрутили спираль, знайте, что если вы сами ее не остановите, спирали, про которую я говорила, знаете, каким образом они, что случится со спиралью? Она взорвется. Взорвется от того, что ваш муж или жена тот так и сделает, так и поступит. И вот происходит коллапс, вот происходит депрессия, вот происходит апатия, происходит стресс и шок. Потому что она взрывается. Самый страшный страх, то, чего вы боялись, вы притягиваете. Когда вы раскручиваете спирали в своей голове, вы притягиваете автоматически. Давайте вспомним, когда мы раскручиваем, что вот-вот закручивается, я даже чувствую ветер. То есть что получается? Я уже что-то извергаю, я во Вселенную посылаю. Эти спирали – это некие посылы во Вселенную, что дай мне, пусть мне изменят, дай мне этого любовника, чтобы я ревновала еще. Вы понимаете, как работает наше подсознание? Только в спокойном виде, только в принятии. Мы можем уже работать на положительное. Когда вы сегодня нервные, если вы сегодня раздражительные, то именно в этом состоянии вы притягиваете все самое негативное. Почему я говорю успокойтесь, стоп, апгрейд, как угодно, расслабьтесь. Потому что именно в этом расслаблении вы уже работаете со знаком плюс. То есть на положительное. Я притягиваю свои желания и мечты. Но как только вы все вот это раскручиваете, знаете, у вас знак минус. Так вот, возвращаемся к выходам. Определили же, почему, причину, по какой я ревную. Выявили ее. Второй ваш шаг – это, много раз, неустанно буду повторять, это занять свое время. Тот человек, кто патологически сегодня ревнует, следовательно, он растворился в партнере, и у него нет своего досуга, у него нет своих интересов. А этот человек только сидит на телефоне, ждет, когда повернется ключ в замке, и войдет он или она. То есть вам необходимо с сегодняшнего дня загрузить свой досуг, расписать свой досуг, сделать так, что когда он уходит на работу, вы заняты, у вас личное свое время. Следующее. Вы прям можете записывать. Личное время. Третье. Очень важно, когда вы сегодня хотите избавиться от чувства ревности, это перестать делиться каждым шагом со своим любимым. Перестать делиться каждым шагом со своим любимым. Потому что, как мы ревнивцы любим? Я тебе все рассказала, теперь ты мне рассказывай. Я же тебе все рассказала, подробный мой день. Ну, ты мне расскажи. Знаете, мужчины терпеть не могут рассказывать себе подробности. к примеру, потому что сейчас все-таки больше это категория к женщинам, кто перестает рассказывать полностью день, потому что мужчина, как правило, весь день никогда не перескажет. Это мы, девчонки. А я сходила туда, поела, потом мы встретились с этой, и мы что? Опять же, вот она проекция. Вот она проекция. Мы требуем, кто ревнуем. Вот у кого сегодня проектирующая ревность, у кого ревность, которая обращенная, проектирующая. Когда мы рассказали, и ты мне обязан то же самое. Ну, я же тебе рассказала. Вот я еще раз говорю, у индивида может быть несколько ревностей вкупе. Как правило, одной не бывает. Они все смежные. И если у вас сегодня эта проективная, обращенная ревность, запомните, что каждый человек индивидуален. Он не должен так же вам рассказывать о своем дне, как вы. И чтобы себя менять, перестаньте делиться со своим мужчиной и прям все ему рассказывать в подробности. Как вы сходили в туалет и что у вас было на завтрак. Это лишняя информация. Тем самым, вы, да, смотрите, я всегда говорю, что мы отражение реальности. Как только мы себя сдерживаем в том, что мы перестаем сегодня рассказывать ему досконально каждый шаг к своей второй половине, что происходит? Вы и требовать от него перестанете отчета. Потому что у вас появляется своя личная жизнь. Ваш контейнер наполняется только вашими минутами. И пусть эти минуты были проведены с книгой, но он об этом не знает. Это ваш маленький секрет. Играйте в игру на первых порах. Играйте в игру, что я тебе не расскажу, что я сегодня делала, а это останется мне. Вот я тебе расскажу, что я с мамой встретилась, что я ребенка забрала из сада, а то, что я сегодня читала, готовила, не буду рассказывать, мое. И тем самым у вас вы прибьете себе новое чувство, что у вас есть своя личная жизнь. И тогда вы перестанете лезть в личную жизнь мужчины. Следующее, когда вы это сделали, или если у вас этого нет, тот скажет, я не делюсь с ним ничем. Другая сторона медали, кто вообще не делится с мужем, но ревнует, следовательно, вы вообще очень сильно не уверены в себе. Следовательно, вы боитесь проявления своей любви, а вот этот страх проявить, потому что как мы девушки, я горда, я не покажу, что я тебя люблю, особенно на первых парах отношений. И у мужчин то же самое. Если мужчина часто обжигался с женщиной, у него рана там на сердце его бросили, некрасиво поступили, он вообще сложно, некие, многие мужчины просто ломают себе психику и вообще не могут проявлять. Вот он в нее влюбился, а он будет сдерживаться, типа он король, все равно на нее ему. Вот они игры разума. Если вы хотите сегодня отказаться от этой маниакальной ревности, патологически ревности, не побоюсь этого слова, будьте честны со своей второй половинкой, перестаньте скрывать от него свою любовь, свои чувства, свои эмоции, перестаньте, потому что если вы сегодня не рассказываете ему, но вы-то требуете обратное, а почему вы требуете, то есть, а мне отчитать, а я тебе не буду, говорит, у меня своя жизнь, хотя там жизни твоей нет, ты живешь только мыслями, когда он вернется, но ты играешь роль, что тебе все равно такая стерва, а сама локти кусаешь, когда он на корпоратив пошел без тебя и задержался на час, там картина рисует, что все секретарши разом на столе с ним сексом занимаются, понимаешь, поэтому здесь тоже момент такой, вот нужно досконально открыться, постараться быть честным со второй половиной, и тогда ревность, вот первое, что запоминаем, это узнать, почему я ревную, все причины расписать, второе, перестать делиться и рассказывать каждый шаг, третье, перестать играть со своим мужчиной либо со своей женщиной, открыться досконально до конца и будь что будет, потому что сегодня, опять же, ревность цепляет очень много страхов, почему мы боимся открыться, потому что нам плюнут в душу, но так ты в душу плюешь себе каждый день, когда ты сгрызаешь себя, эта ревность разлагает тебя хуже, чем твои, чем плевки от этого мужика, если он тебя обманет, запомните, жизнь такая штука, что каждый раз нас могут обмануть каждый раз, но стоит верить, мы не можем, тогда нужно закрыться и уехать на необитаемый остров и жить одним, с макаками, с бананами и с кокосами, но вы с ума сойдете, вы не сможете, вам нужен народ, поэтому бояться того, что вам плюнут, да пусть плюнут, да вы сильнее станете, даже если это случится, но вы себя к этому подготовите, а сегодня мы играем, кому вы делаете лучше, вот почему я говорю всегда, живите здесь и сейчас, что такое здесь и сейчас, это когда вы откидываете страхи, откидываете страх, что мне плюнут, изменят, изменят, что он меня предаст, и просто наслаждаетесь этим моментом, и перестаете думать и душить своего партнера, отдаете ему глоток воздуха, поверьте, очень многие женщины, кто сегодня страдают, мужчины, кто страдает от ревности, опять же, милые мужчины, я вас очень уважаю, но к сожалению, то, что я говорю, очень многим мужчинам сегодня будет, там какая бы ерунда, вот это сейчас я, я понимаю, что вам очень сложно меняться, и мои слова, поэтому я зачастую обращаюсь к женщинам, потому что мы мягче, мы помним мужчины Баобабы, кто смотрел мою передачу на этой неделе «Мужские обиды», мы помним это, им сложно вообще понять сейчас мои слова, перестроиться и принять это на веру, потому что каждый мужчина считает то, что он и так идеален, и меняться ему не надо, поэтому да, милые дамы, обращаюсь к вам, потому что именно мы страдаем этим самоедством, Именно мы себя разрушаем, и именно мы душим этих мужиков, и выпускаем их, когда с ними расстаемся, дикими параноиками, ненавидящими женщинами. Опять же, что мы сами их уродуем. Мы, женщины, уродуем своих мужиков. Потому что вы пелите «ты мне изменяешь», «ты мне изменяешь», «ты с кем был?». Потом он думает «да пошла ты в попу, ты мне и так уже говоришь, что я изменяю». Пойду-ка я изменю с проститутками в бане. И вот он начинает с проститутками в бане, а потом он бежит из дома, а потом он считает, что все женщины истеричные, ненормальные и клюющие. И вот он остается ничем. То есть мы уродуем сами себя, мы сами себя, мы сами. Люди поражают других людей своим ядом, а ревность – это яд. Запомните, ни один мужчина, ни одна женщина нормальный, кто любит себя и кто сегодня начинает любить себя, никогда не позволит себе такого отношения, никогда не позволит отношения тирана, никогда не позволит отношения постоянных подозрений. А сейчас как модно стало. Жучки, прослушки. Да не дай бог вообще. Потому что тот, кто ищет, он найдет всегда. Вот эти вот прослушки, жучки, может быть, просто вам позвонил какой-то старый знакомый, а он услышал и неизвестно, что с вами сделал. То есть это паранойя, ребята. Ребята, перестаньте быть параноиками, откажитесь от этого, начните жить своей жизнью. Начните жить так, как вы жили до этих мужчин и женщин. Как будто вы есть только сами у себя. Вы поймите, что наша жизнь, она такая, она создана для нас. А все остальное, как мы вчера говорим, они роли играют, выполняют, чтобы нам уроки проходить. И ревность, кто сегодня страдает, маниакальная ревность, это ваш урок, который вам надо пройти. Справиться с ней, обуздать. Это дракон еще один. Кто читал книгу, запишите книгу, почитайте, чтобы понять. Приручи своих драконов. Приручи своих драконов. Вы очень многое поймете. Она небольшая, но вы узнаете о всех этих драконах, как они на нас действуют, как они нас разлагают, как растаскивают, как не оставляют ничего светлого и доброго. Вы замечали такое, когда встречаетесь с человеком, он говорит, ты так изменился. А раньше ты такая была счастливая, смеялась на все, а вышла замуж, казалось бы, там, замуж, как все говорят, а стала злая, нервная, неуверенная в себе, замученная, затюканная и просто истеричка. И люди говорят, слушай, ну ты вообще меняешься на глазах, у тебя брак не действует, ни дети на тебя не действуют нормально, ты просто в кого превратилась, ты мегера. И сам муж вам будет говорить, что вы мегера. Но здесь всегда, я говорю, виноваты оба. Конечно, не стоит, не стоит, опять же, вот сейчас я проговорила, всегда мы ищем проблемы в себе, но мы живем вдвоем. У нас есть всегда два человека, два индивида в паре. Разумеется, того, кого вы ревнуете, если это не патологическая, не маниакальная ревность. Первое, опять же, он бабник, либо она любит внимание мужчин. И когда вы с ней встречались или с ней встречались перед тем, как делать предложение, либо начать жить вместе, вы понимали, что вот эти люди, они любят внимание. Ну вы же это приняли, а потом вы начинаете маниакально ревновать. Вы же начинаете ревновать маниакально, хотя ты видела, что этот мужик, у него миллион баб знакомых, пока он зайдет с вами в ресторан и со всеми перецелуется. Ну ты с ним пошла, а потом ты начинаешь развивать в себе этого демона. Вот здесь, когда вы начнете отматывать и разбираться, что послужило, где я не уследила, где я позволила дать осечку, потому что если вы сегодня попали в отношение тиран-жертва, это именно вы позволили тиранить себя. Это вы себя не любите и подспутно на каком-то психологическом уровне выбираете для себя тирана, потому что это мазохизм, кто живет сегодня жертвой. Вспоминайте, жертвы это мазохисты, им нравится причинять себе боль, потому что только так они могут жить в страдании, только так они чувствуют живой себя и нужной. Я вам так скажу, когда их унижают, жертва себе говорит, что, ну раз он меня бьет, раз он меня ревнует, унизил полностью, сидит с синяком и говорит, ну я тогда любимая. То есть это некий мазохизм. Поэтому разворачивайтесь себе, будьте честны и откровенны с собой, снимайте маски со второй половиной, прописывайте истоки, выявляйте причины, которые я назвала, честно, четко себе все это по полкам раскладывайте, и тогда работа пойдет молниеносно, и вы начнете избавляться от этого чувства. Включаю комментарии, слушаю ваши истории и ваши вопросы. Да, всех вижу, ладошки все вижу, 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 спасибо. Вы должны понимать, что это яды, это токсичность, это жизнь экологичной должна быть, а мы живем токсично, и токсичность не из-за, все говорят, сейчас люди умирают, потому что заводы, пароходы, газы, да какое, умирает не от этого, мы сами себя убиваем, вот мы впрыскиваем яды в свою жизнь, поэтому у нас гастрита, гипертония, у нас сердечные приступы, вот это все фигня, то, что мы, а человек такой, обвинить как бы все вокруг, но не себя, то, что ты злой, нервозный, ревнивый, самоедливый, то есть это ты считаешь нормально, а ты говоришь, что яды тебе мешают, дудки все, мы сами себя отравляем. Может ли ревность и без агрессии разрушать отношения? Может ли ревность без агрессии разрушать отношения? Я еще раз, если вы вспомните, в самом начале сказала, что ревность бывает нормальная, когда мы почувствовали ревность, убрали источник, женщина какая-то, подруга, то есть мы поговорили честно со своим мужчиной, и ревность прошла. Если ревность осталась после устранения причины ревности, тогда она разрушает вас в первую очередь. Так и есть у мамы с папой отношения тиран-жертва. Саша, спасибо за полезность, как всегда. Вы пришли в этот мир, чтобы помогать людям морально. Я, наоборот, с возрастом перестала ревновать, потому что есть любимая работа и спорт, некогда ревновать. Очень хорошая, кстати, работа и спорт. То, о чем я говорила, найдите свое в жизни, найдите свое увлечение. А если не уверены в себе и от этого ревнуешь, что делать с этим? Если вы не уверены в себе, пожалуйста, приходите ко мне на курс «Перепиши жизнь». Я как раз-таки готовлю девочек для того, чтобы быть уверенным в себе. Я обучаю именно этому. Ссылка в описании профиля. Сегодня у нас про ревность речь. Поэтому ссылка в описании профиля. У меня есть курсы для того, чтобы стать увереннее. Соцсети усугубляют это чувство. Девушки ревнуют к лайкам. Это тоже похоже на болезнь. Абсолютно верно. Это абсолютная болезнь 21 века. Это туда же все. Просто новая, видите, новая категория. Новая категория ревности. Ревность к виртуальной жизни. Ревность к виртуальной жизни. Я могу сделать эфир на эту тему. Очень интересно, как виртуальная жизнь влияет на нас. Как человек размывает свою самоидентичность. Как он примеряет разные роли. Очень интересная тема. Могу, кстати, сделать на этот счет. Психологи великолепно ее описывают. Мне легче. Я люблю и любима. Чувство ревности никогда не испытывала. И всем желаю любви и счастья. Благодарю. И я была в отношении их 8 лет. Жертвы. Это капец, как тяжело, если честно. Зачем женщина провоцирует мужчину на ревность? Потому что женщина не уверена в себе. Хороший вопрос. Быстро расскажу. Выключаю комментарии, чтобы прочитать все. Женщина провоцирует мужчину на ревность, потому что она гипер себя не любит. Женщина, которая постоянно хочет внимания. Одевает короткие юбки. Делает силиконовую грудь. Увеличивает губы, чтобы ее хотели. Яркий макияж. Такая яркая одежда. Яркие ногти. Это абсолютная неуверенность в себе. Это постоянное желание подтверждения того. Это отклонение психики. Подтверждение того, что я красива. И ей не важно, у нее будет самый лучший мужчина. Она будет требовать от всех. Потому что это не насытность. Вот это и есть не любовь и неуверенность в себе. Это и есть заниженная самооценка. И вы, когда ревнуете к девочкам в инстаграме, кому ставят лайки вот с этими губами, грудью, татуировками. Все перекроенные, переделанные, знаете, это самые-самые неуверенные в себе женщины. Самые неуверенные в себе женщины. Если бы вы прожили хотя бы день в их голове, вы почувствовали бы, что сходите просто... То есть вы бы захотели выпрыгнуть оттуда и сказали, спасибо, такой жизнями не надо. Человек, который себя перекраивает, следовательно, он не уверен в своей внешности и не любит себя. Понятно? Поэтому перестаньте завидовать неуверенным в себе людям. Возвращивайте уверенность в себе и любите себя. И перестаньте смотреть на других. А что это такое, если ревнуешь, еще даже не общаясь толком с мужчиной? Это уже чувство собственничества у вас. Опять же, покопайтесь, откуда оно у вас. Неуверенность в себе, чувство собственничества, чувство соперничества. Видимо, паттерны какие-то установки из детства. Вы вас сравнивали с кем-то. Вот покопайтесь в этих причинах. Это уже у вас некая патология, Аня. Ната, вернее. Ната Мару написала. Это некая патология, некое отклонение. Это уже маниакальность, когда мы ревнуем, что даже еще не встречались. Что же будет, когда вы с ним встретитесь? Вы его задушите. А мы с любимыми не врем друг другу. Отлично. Мама Мумо. Муж очень ревнивый. Но я приспособилась, сама выбрала такого, да? Я считаю, что ревнует только тот, кто не уверен в себе в первую очередь. Я ревную очень сильно, потому что считаю себя хуже всех остальных женжик. Хуже всех остальных. Но это не любовь к себе. Опять же, приходите ко мне на курс. Вот девочки после принцессы. Вот сейчас отзывы, кстати, сегодня-завтра уже будем выкладывать постепенно отзывы от наших девчонок, которые проходят курс и богиню, и принцессу. И вы сможете послушать, и вы сможете для себя найти, ну, какие изменения. Мало того, что я вам о них говорю, теперь вы сможете послушать об изменениях девочек, которые уже вышли, скажем так, в эту жизнь, и насколько у них поменялась жизнь, как поменялись эмоции и чувства на те или иные ситуации, которые, казалось бы, были, а постоянно одну и ту же эмоцию выдавали. Сейчас более спокойно. Сейчас неудачи, невзгоды воспринимают они очень положительные. Поэтому скоро будут отзывы на моем курсе «Перепиши жизнь». Вы сможете послушать, если вы сегодня не любите себя. Приходите ко мне на курс, приходите, начинайте делать что-то для себя, начинайте занимать ваше время, снимите вот эти тиски с горла вашего мужчины и занимайтесь собой, развивайтесь, читайте книги, получайте новые знания, и тем самым вы сможете снять вот это вот давление, вы сможете сами затормозить эту спираль. Всегда вспоминайте, когда у вас циркулирует мысль «Я ревную», вы раскручиваете спираль, следовательно, вы посылаете импульс во вселенную. «Я хочу, чтобы он не изменил». Запомните, когда вы ревнуете в свой мужчину, вы транслируете вселенную спираль, «Я хочу, чтобы он не изменил», а рано или поздно импульс дойдет до туда и вернется в голову к вашему мужчине, и он пойдет вам и изменит. То же самое с женщиной. Ревновать перестала, а самооценка низкая все равно. Но чтобы низкую самооценку, я еще раз говорю, надо прорабатывать, как я вам уже сказала. Начала читать после вчерашнего эфира Майкла Ньютона «Не оторваться». Да, это книга чудесная. «И мне мешает жутко ревнивый, ничего не могу поделать». Она не нормальная, но есть причина. Человек не договаривает и обманывает. Может, не в этом. Вы понимаете, если есть причина, значит, вы уже выбрали такого человека, который не договаривает. Теперь устраните причину у вас, устраните ревность. Он такой. Вы либо его принимаете, либо вы от него уходите. Другого не дано. Но жить и мучиться, жить и разрушаться, вы разрушаете себя. Какой выбор вы выбираете? Вы хотите стать больным человеком к старости, невротиком? Либо вы хотите жить полной грудью? Тогда либо вы принимаете его, так он, может быть, вам не договаривает, потому что устал от того, что вы его ревнуете. Я еще раз говорю, мужчина никогда не будет пересказывать свой целый день и все рассказывать женщине. Никогда. Забудьте. И посмотрите мой эфир. Я выложу в субботу все эфиры. Анонсирую с сегодняшнего, с понедельника, с этой недели. Посмотрите, Белочка, посмотрите мой эфир «Мужские обиды». И вам станет понятно, кто такой мужчина. Если вы приняли мужчину, принимайте его до конца. И всегда бывают причины в нас, когда нам что-то недоговаривают. Значит, он боится вам сказать. Он знает, что будет истерика. Он сам уже живет в клетке. Посмотрите эфир «Мужские обиды». Очень вам поможет. А если честно, он мне отвечает. Вот послушайте, что я вам только что сказала. Как объяснить мужчине, что ревность – это невротизм? Мужчине сложно это объяснить, потому что если вы говорите, что если вы приходите к мужчине и говорите, ревность – это невротизм. Он вас пошлет, наорет, еще вдогонку крикнет такие слова, что вам и не снилось. Посмотрите мой эфир «Мужские обиды». Он будет в субботу. И вы поймете, что так с мужчиной разговаривать нельзя. Сашенька, права на 100%. У меня был бывший муж – тиран. Семь лет выбросила из жизни. Потом поняла, что я у себя одна. И в один день все поменяла. Живу 4 года без него с другим мужчиной. И сразу стало круто. Очень здорово. У вас дома супер. Благодарю. Мне кажется, ревную, слабые, неуверенные в себе люди. Так, Саша, ты когда уже замуж? Выхожу. После свадьбы перестала ревновать своего мужчину. Может, чувства и любви не было никогда. Вы знаете, если… Вот тут тоже, смотрите. Вот есть некое… Посмотрите мой эфир, пожалуйста, «Золотая середина». На моем ютуб-канале он уже есть. На моем ютуб-канале эфир «Золотая середина». Когда мы ревнуем гипер, это плохо. Это перекос, это отклонение, это диссонанс, это дисгармония. И когда мы не ревнуем вообще, это тоже очень плохо, когда у нас нет никаких эмоций. Должен быть баланс. Посмотрите мою передачу «Золотая середина». Вам многое станет понятно. Два года ревновала, придумывала, мучила его и себя. Но в итоге оказалось, что эти два года он дружил с другой мадам. Никого так не ревновала, может, интуиция? И интуиция, и ваше невротичное состояние, и невротичный склад сознания, опять же. Потому что, может быть, с этой мадам он познакомился не в параллель с вами, а, может быть, он вам сказал, чтобы вас обидеть, что да, я с ней встречался. А, может быть, вы настолько достали, что мадам появилась после. Тут тоже мы, правда, никогда не узнаем. Все, иду на курс. Приходите, ссылка в описании профиля, конечно. Как повысить уверенность в себе? Приходите ко мне на курс. Влияет низкая самооценка на половую жизнь? Еще как. Мы можем сделать, кстати, половая жизнь, хорошая очень тема. Как влияет стеснительность, низкая самооценка, уничижительные мысли на сексуальную связь? Как женщина не может получать из-за этого оргазм, не может себе позволить, блокирует эти ощущения? Тоже очень интересная тема, могу, кстати, сделать, если хотите. Всем добра, без ревности любить себя, и мир ответит тем же. Саша, какая ты молодец, прям все в точку, супер, благодарю. Мой муж страшно ревнует какой-то фигне одногруппникам. Если я не позвоню на работе во время обеда, дома скандал, не знаю, как с этим бороться. Но вот, Ксель, вы слушали сегодня передачу, вы задаете такой вопрос. Я вам сказала, какие бывают виды ревности. У вашего мужа, скорее всего, проективная ревность, потому что он считает, что все гуляют бабой, он вам звонит. У вашего мужа маниакальная, скорее всего, параноидальная, депрессивная ревность. То есть там уже все симптомы. Если сегодня, это часто относится к мужчинам, когда они патологически, это невротики. Это считаете, да, больные люди, больные люди. Мы либо их принимаем и меримся, либо мы уходим. Другого не дано. Лечить его. Если вы сейчас скажете, придете к нему и скажете, что я посмотрела эфир Харитона, либо дадите ему этот эфир, он вам голову этим телефоном разобьет. Потому что мужчины, обязательно посмотрите эфир про мужские обиды. Я полностью разбираю психологию там мужчин. Мужчинам нельзя говорить такие вещи. Он не воспримет, что делать, мириться, пока он сам не поймет, что это его душит. Вы думаете, он не мучается? Тот человек, кто сегодня ревнует, мучается больше вашего. Больше вашего. Даже ваш муж очень сильно от этого, но он сделает ничего. Это драконы. Почитайте книгу «Приручи своих драконов». Запишите «Приручи своих драконов». Это дракон, который управляет им. Вы поймите, что все вот эти агрессия, ревность, это не наше сознание. Там уже от нашей души и сердца ничего не остается. Нами управляют эти драконы. Вот эта агрессия, вот эта лавина, которая заслоняет нам все добро и хорошее. Он может быть хорошим, а тут же потом ругать вас и орать, но он ничего сделать с собой не может. Тут только он должен сам понять, что со мной что-то не так, и я хочу меняться. Со мной что-то не так, и я хочу меняться. До тех пор, пока он сам не примет решение. Ваши слова, ваши разговоры не помогут. Он сам от этого мучается. Когда вы напоминаете ему, вы делаете ему еще больнее, еще хуже. Этот дракон только больше расправляет крылья и извергает на вас огненную лавину. Извергает на вас огненную лавину. Вот так работает сознание у мужчин. Мэри с дома 2 переделыванная, яркий макияж губы груди переделыванная. Она не уверена в себе. Конечно, все эти девочки, они очень не уверены в себе. Не только Мэри. Я не хочу брать, я говорю, категорию женщин, которые идут на пластические операции. Они не уверены в себе. Все женщины, кто краят свои лица и свое тело, они недовольны своей внешностью. Все женщины, которые дуют губы, это не уверены в себе. Что такое дуть губы? Почему все ржут над этими уточками? Потому что это некая маска, что я сексуальна. Ведь чтобы дуть губы, вот сейчас все прям сделаете вот так. Напрягается, правда, да? Все, вот эта губка подворачивается. Нет расслабленности. Когда у нас нет расслабленности, это что? Это напряжение. А напряжение это что? Это желание показаться лучше, чем я есть. Подавление своего собственного я. Напряжение это подавление своего собственного я. Я есть мя. То есть вот эти губы, вот эта такая вся дерганность, эти волосики. Вот эти волосики все так себе поправляют постоянно. Они постоянно, это дерганность, это подавление, только бы чтобы не... Потому что они считают, эти женщины, кто краят, кто дуют губы, вечно теребят волосы, постоянно заботятся о своем макияже, ресницы кто делает, брови, татуаж, губы. Это неприятие себя. И самое страшное, что эти люди боятся показаться собой. Им кажется, что те, кто они есть, на самом деле неинтересны. Это тоже некое отклонение. Так, муж всегда говорил, что она его подруга, и они дружат, как быть. Я знаю, что не существует дружбы между мужчиной и женщиной. Муж говорит, что она его подруга. Ну, она могла быть его подругой, а потом они, как часто друзья, могли продружить 15 лет, а потом переспать и создать семью. И такие бывают истории. И они, может быть, реально дружили. Но, вы понимаете, смотрите, вот очень хороший вопрос Татьяна говорит. Муж дружил с ней, первые женщины, подруги становятся их любовницами. Почему? Потому что жена пилит, жена достала. Кому он идет? Он идет к женщине. Первое, зачем он идет к женщине, подруге? Расскажи мне, почему она так себя ведет. И вот она начинает его поддерживать, начинает его жалеть. А потом они выпили вина, он выпил водочки. И она к нему в постельку так и прыгнула, потому что женщина всегда дружит. Почему? Есть френд-зона некая с мужчиной, которого она якобы просто уважает. То, что он ей нравится. Женщина просто так никогда не будет дружить. И всегда хочет даже к женатому прыгнуть в постель, если она его подруга. Поэтому здесь, опять же, берите все на себя. Дело не в этом. Вы не знаете точно, когда она появилась. Вы не знаете точно, что там произошло. Но знаете абсолютно точно, что вы были ревнивы. И вы душили его этим. Вот с этого и надо начинать. Ребята, час пролетел. Пятница. Вау! Я очень рада, что сегодня пятница. Завтра, суббота. Спать, валяться, отдыхать, набираться сил, восстанавливаться, встречаться с друзьями. Ехать за город на шашлыки. Проводить время с детьми и с друзьями. И просто наслаждаться этой жизнью. Каждый день, каждую минуту. Я желаю вам отличной пятницы. Началась пятница по-настоящему. Перестаньте ревновать. Любите себя. Приходите ко мне на курс. Перепиши жизнь. Меняйтесь сегодня. Потому что когда, если не сейчас. Правда? Живем здесь сейчас. А с вами была передача. Полюби себя. С Александрой Харитоновой. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова